Всем привет! Меня зовут Денис. Аня. И сегодня мы записываем первое интервью для нашего YouTube канала с ребятами, которые около двух месяцев живут в Алании. Ребята из России. И мы зададим им такие вопросы, как откуда они приехали, кем они работали в России, чем они занимаются здесь. Какие еще вопросы зададим? И много другого интересного варианта. И почему они выбрали именно Турцию, да, и много-многое другое. Поехали! Всем привет еще раз! Сегодня у нас первое интервью на нашем канале. Сегодня мы будем задавать вопросы ребятам, которые прилетели в Аланию из России. Сейчас мы с ними познакомимся. Да, давайте познакомимся. Говорите в микрофон. Меня зовут Рафаэль. И это моя супруга. Я у тебя голик! Меня зовут Айгуль. Я супруга. Ребят, расскажите, откуда вы прилетели в Аланию? Откуда вообще вы? Мы прилетели из Самары. В общем, давным-давно в фитнес-клубе Планета Фитнес мы работали с Денисом. И грезили переездом. Уже в то время, это, наверное, было лет 6-7 назад. И, ну, вариантов не было еще на тот момент, как бы, работа, суета, подработки. И, как бы, только мечты были. И потом в дальнейшем, получается, вот я женился. Там начались проблемы какие-то финансовые, так скажем. Ботовуха. И в один прекрасный момент просто мы психанули с супругой. И, получается, меньше, чем за сутки мы собрались, съехали с квартиры и переехали в Турцию. Вы не жалеете о своем решении? Нет. Не жалеем. Сколько вы здесь живете уже в Аланье? Уже почти два месяца. Ну, вот, расскажите вообще, чем вы занимались в Самаре? Ну, ваша сфера деятельности. Расскажите о своей жизни там. Я начну-то с своей сферы деятельности. Работал фитнес-тренером, тренером по плаванию. Потом в дальнейшем получил псориаз. И так получилось, что не смог работать в бассейне тренером. Открывались язвы на коже. И пришлось сменить сферу вообще кардинально. То есть мы купили грузовую газель и начали заниматься грузовыми перевозками. Где-то занимались, наверное, в районе двух лет. Но так как экономическая ситуация в стране не очень так... Ну, так себе. Это было не очень выгодно. Как бы кажется, как будто ты много денег зарабатываешь. Но с учетом больших затрат уходит то, что ты шишма. По сути. Ну вот и последняя капля у нас какая была. То, что у нас сломались. И грузовая машина, и легковая машина. И сумма. И мы как бы все сбережения, которые по факту у нас накопились, мы выложили в эти машины. Вынужденная мера была. И мы так подумали, а смысл так работать дальше? Чисто на ремонт машины и на то, чтобы как прожить. И решили продать легковую. Ну, грузовую мы оставили там у тестя. Пока что. Для Нишвана тоже продастся. И все. И вот собрались и уехали. А супруга сейчас свою часть расскажет, с кем она работала. Я работала мастером по маникюру. Я работала в салоне, на дому уже примерно 5 лет. Вот. И больше нигде в никакой сфере я не пробовала себя. Только мастер. А почему вы решили уехать, ну, за границей мы решили, поняли, выяснили почему. Почему именно в Турцию и какие еще направления рассматривали, может быть, помимо Турции? Изначально, еще до замужества, до того, как женился, замужества. Я рассматривал Новую Зеландию и Австралию. Ну, грезил в Австралии, то есть уже готовился. Это было больше 7 лет назад, еще до Планет Фитнес, наверное. Я там еще технологом работал в компании Розик. И, получается, грезил от Австралии. Но, видать, не хватило упорства, что ли, я не знаю, чего. Ну, глупый, видать, был молодой слишком. И на этом все загнулось. То есть я уже как бы пытался собрать документы. Английский у меня был на тот момент еще нормальный уровень. Но разговорной, конечно, практики не было, постоянной. Поэтому так-сяк разговорный был. Но грамматика была хорошая. И, получается, вот замялось с Австралии. Потом посмотрел через полгода Новую Зеландию. Там тоже, естественно, замялось у меня. И все. Турцию почему мы выбрали? Потому что это на данный момент единственный вариант, куда можно выбраться. Так как границы. Да, и бюджетный вариант в первую очередь. И границы все закрыты. И здесь проще русскоязычных найти людей. То есть объясниться всегда будет возможно. Так как английский язык, естественно, забылся. И вот мы подтягиваем по факту его уже здесь. В дальнейшем, естественно, рассматриваем Европу или там еще. Ну, уже посмотрим. Это в дальнейшем. Потому что, как нам жизнь показала, все меняется в секунду. А, Раф, а почему именно Австралия и Новая Зеландия? Почему ты их рассматривал? Австралия и Новая Зеландия? Новая Зеландия особенно это очень низкий уровень преступности. В первую очередь меня это все время привлекало. То есть там спокойно можно жить, безопасность. Я мечтал. Открыл бы преступность там. Да, первый преступник он дает. Ну, вот главное получается, что низкий уровень преступности. Да и вообще, в принципе, уровень жизни там нормальный. Климат тоже по душе был. Но дорого. Очень дорого. Ребят, расскажите вообще ваши впечатления о Турции и об Алании в частности. Я буду держать, говори немного. Давай ты расскажи сначала, я не так постоянно. Отдувается с тебя. Да, давай ты. Я не умею, я не умею, я не умею. Давай, учись. Какой вопрос? Расскажите вообще ваши впечатления о Турции и об Алании в частности. Как вот вам здесь? Нам здесь нравится. Мы довольны. Какие плюсы вы видите здесь, может быть, для перспективы в дальнейшем здесь жить? Какие минусы? Какие плюсы? Ну, ты для себя какие видишь? Что видишь? Плюс какие? Тепло. Вкусная еда, натуральная еда. Какая еда тебе больше здесь нравится? Овощи. Овощи? Какие овощи? Изделения, овощи, помидоры, огурцы. Во-первых, цена привлекает. Ну, а что-то необычное из турецкой еды местной может быть, что тебе понравилось? Йогурт. 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 3 килограмма йогурта за 130 рублей? Да, пьем их хорошие здесь. Йогурт, да, божественно. Да. Что еще? А, нутелла. Еще нутелла. Турецкая. Это шоколадная паста. Полтора килограмма за 23 лиры. Да? Да. Примерно 230 рублей, чуть меньше. Да, отлично. Да, это классная штука. А вообще, чем вы здесь зарабатываете? Чем занимаетесь в Аланье? Какие планы? Ты зарабатываешь. И вообще, какие планы здесь? Я занимаюсь... Сейчас. Ничего не. Здесь я работаю мастером по маникюру в салоне и также на дому во время локдауна. Вот. Также я планирую пока работать. Бог, это не загнется. Дальше работать этим мастером по маникюру. Ну, на дому же нельзя работать. Да, на дому нельзя, поэтому я в салон перехожу. Я думаю, здесь эта сфера, она будет развиваться и еще достигнет своего пика, потому что здесь это очень актуально. Да. Мало хороших мастеров, поэтому ты нашла такую хорошую нишу для развития. Выстрелила эта ниша у нас. А, ты кем работаешь? Изначально, когда мы бежали из Самары, по-другому это не сказать, в ОПХ. Мы рассчитывали то, что должны выстрелить либо тренировки, либо сфера красоты, так как мы изначально, ну, заранее изучали всю ту, как получается, как это объяснить? Рынок. Рынок, да-да-да, весь рынок мы изучали. Вот, и, ну, в ходе изучения поняли то, что очень мало нормальных мастеров в сфере бьюти, то есть красоты. Насчет тренировок мы думали все-таки, ну, море, люди должны тоже детей учить плавать, так как, ну, чтобы в море плавали. Вот, но пока что мы приехали, локдаун, ну, и у нас как бы встало это все по плану тренировок. Вот, но работа в сфере красоты все так же идет, люди приходят, ну, потому что красота, она всегда нужна, и дома надо красиво выглядеть, и везде. Вот. Да, мы надеемся, что вот скоро уже эти ограничения все снимут, и эта работа относительно там тоже фитнеса, да, потому что Денис тоже в этой сфере, это станет набирать обороты с большой силой, поэтому надеемся и верим в это. Так, вот ты можешь спросить последний вопрос. Да, какие у вас планы, может быть, есть на этот год, на 21-й, и, может быть, какие-то у вас есть планы, цели на последующие 2-3 года, ну, такие долгосрочные планы? Мы не загадываем надолго, даже на месяц вперед не загадываем обычно, потому что у нас либо все резко случается, либо никак, потому что мы загадывали летом этим, купить всякие штучки там для дома, там, пылесос, робот, но, вот, как видите, мы здесь, и нам этот робот-пылесос не нужен. Ну, то есть, пока, получается, вы всем довольны, да, здесь, и куда-то переезжать в другое место не планируете? Ну, пока обживаться здесь, надо смотреть, ну, будем думать. Как ты думаешь? Слушай, так думаю, да, пока что будем обживаться, смотреть, пробовать все. Блин, что еще там сказать, что-то я хотел бы сказать, забавно, значит. Ну, какие планы? Ну, да, в принципе, гадать смысла нету, как будет, так будет. Но мы все равно присматриваем работу в Европе, если будут варианты, пишите комментарии. Мы не откажемся. Работа. Спасибо большое ребятам за их откровенные ответы. Да, еще вопрос. А, ну, ладно, давай. А, вот ты про Европу сказал, а какие страны в Европе рассматриваете? Вообще, как бы, все страны, но больше, конечно, по душе Германия. Германия, да? Германия, это цивилизация. Для меня это развитая, как бы, страна. А я хочу туда, где есть, там, манго. Растет на дереве. Ну, короче, ты, значит, в Таиланд полетишь. А я полечу в Германию. У тебя свою Европу будет. Да, да. Азиатская. Но в Германии моря нет. Ну, в Северной. Ничего страшного, зато там есть офигенный уровень жизни, доход, безопасность, спокойствие. В принципе, к этому, наверное, каждый стремится из нас. Можно зарабатывать там, путешествовать туда, где есть море. Вот, точно, да. На море всегда можно слетать. Спасибо ребятам за их честные, откровенные ответы на вопросы. Будем следить за развитием их дел, да. Может быть, через какое-то время сделаем еще одно интервью, да. Когда вот снимутся ограничения, когда вот что-то будет меняться. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Пишите свои комментарии, задавайте ребятам вопросы. Мы всегда очень рады ответить и поделиться опытом. Всем пока. Обязательно задавайте свои вопросы. И, может быть, какие-то замечания будут, как там проводить интервью. Может, дополнительные вопросы для ребят будут. У вас своего YouTube-канала нет пока, да? Пока что нет. Будет попозже. Будет. Все, кто переезжает, все заводят YouTube-канал. Ну, да. Ну, все. Значит, задавайте свои вопросы в комментариях, ребята. Мы наберем их и зададим в следующем интервью. Всем сорвутся. Пока-пока. Пока. И все классно. Все, ладно. Ну, пожалуйста. Встали 15 минут, минус там какие-то вырезки обретки, плюс какие-то ставки, инфра. Да, ну, я думаю, около 12 минут все это будет. Выключать надо соберегазоваться. Ну, что? Поехали. А уже включил, да? Да. Да, все работает, Оля. Мы здесь уже не будем здороваться на камерах. Мы уже сделали интродюс, да? Да. Как косячок, друг. На Дуне. Не, вырешу. Почему же? Оставь. Вот. Мы как бы про это, когда именно пришла мысль такая вот уехать. Это уже звучало, да? Когда я... Ну, да, да, мы так будем... Так, ладно. Так, так. Так, так. А мне кажется, она немножко закрывает. Нет, Майка? А где ты? Будет обидно, если вам все закрывало. Она так чуть-чуть. Так, так, так... Субтитры создавал DimaTorzok